Делегат Всебелорусского народного собрания, депутат Минского властного света депутатов Олег Щербов посетил военно-патриотический клуб «Родник». Руководитель клуба Иосиф Михнюк рассказал об основных направлениях деятельности. Состоялся диалог с участием воспитанников и их родителей. Простыми словами о важном, Олег Щербов рассказал о роли ВНС в обновленной политической системе государства, обстановке в мире и вокруг страны, а также концепции национальной безопасности и военной доктрине. Я нахожу очень широкий отклик, люди задаются вопросами, но я не столько детально рассказываю, сколько создаю условия для того, чтобы у каждого появилась мотивация выяснить, почитать, более точно сконцентрироваться именно на этой проблеме и не остаться равнодушным. Очень хорошая аудитория, во-первых, она мотивированная, она нацелена на развитие, на созидание, на будущее, на защиту нашей страны. И поэтому, наверное, с особым каким-то удовольствием сегодня пришел в этот клуб. Уверен, что моя встреча не останется незамеченной и в их сердцах, в их умах. Я уверен, что ту информацию, которую они получат сегодня, они будут ее применять на протяжении дальнейшего своего обучения. Олег Чербов поблагодарил руководство клуба за патриотическое воспитание молодежи, приоритетные направления образовательной деятельности. Очень важно проводить военно-патриотическое воспитание не только с подрастающим поколением, с ребятами, но также взаимодействовать через детей и на их родителей. Поэтому мы решили с Олегом Александровичем организовать такое мероприятие, пригласить на него как ребят взрослых, так и их родителей, чтобы тоже тем самым доносить важное и нужное послание президента, которое он озвучивал на Всебелорусском народном собрании, и чтобы военно-патриотическое воспитание у нас было не только для детей, для подрастающего поколения, но и для их родителей. Такая совместная работа, несомненно, эффективна. Сегодня клуб посещает более двух сотен солигарчан в возрасте от 5 до 18 лет. В летний период их занятость также обеспечена мероприятиями военно-патриотической направленности. Субтитры создавал DimaTorzok